Глава семнадцатая Книги Иисуса Новина И выпал жребий к колену Монассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Монассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. Достались уделы и прочим сынам Монассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шамиды. Вот дети Монассии, сына Иосифа, мужеского пола по племенам их. У Салпада же сына Хеверова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Монассиина не было сыновей, а только дочери. Вот имена дочерей его — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали, «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и данным удел по повелению Господню между братьями отца их». И выпало Монассии десять участков, кроме земли Галаадской и Вассанской, которые за Иорданом. Ибо дочери Монассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сынам Монассии. Предел Монассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Йен-Тапуаха. Земля Тапуах досталась Монассии, а город Тапуах у предела Монассиина сынам Ефремовым. Отсюда предел нисходит к потоку Канья, с южной стороны потока. Города эти принадлежат Ефремову, хотя находятся среди городов Монассии. Предел Монассии на северной стороне потока и оканчивается морем. Что к югу, то Ефремова, а что к северу, то Монассиина. Море же было их пределом. К Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. У Иссахара и Асира принадлежат Монассии, Бефсан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, Жители Дора и зависящие от него места, Жители Эндора и зависящие от него места, Жители Фаанаха и зависящие от него места, Жители Мегеддона и зависящие от него места, и третья часть Нефефа, Нафефа. Сыны Монасийны не могли выгнать жителей городов этих, и Хананеи остались жить в земле. Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их. Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали, «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им, «Если ты многолюден, то пойди в леса и там в земле Ферезеев и Ерефаимов расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали, «Не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех Хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской. Но Иисус сказал дому Иосифову, «Ефрему и Монасии, ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес этот, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь Хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова